Одной из целей Казанского федерального университета является привлечение иностранных студентов и налаживание связей с вузами других стран. 14 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета прошел 11 Всероссийский съезд иностранных студентов России. Его проведение стало возможным благодаря совместным усилиям Ассоциации иностранных студентов и Российского университета Дружбы народов, а также поддержки, оказанные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В ходе мероприятия коллеги обсудили проблемы иностранных студентов, а именно наличие общежитий, проявление ксенофобии и дискриминации, слабое знание русского языка и сложную адаптацию в российском обществе. Такие впечатляющие цифры, конечно, радуют, однако все мы понимаем, что за этими цифрами стоит большая организационная работа. Могу сказать, что за эти годы у нас сформировалась целостная система адаптации иностранных студентов, способствующая формированию благоприятной среды для иностранных обучающихся. Действует многофункциональный центр для них с большим набором сервисов, в том числе и цифровых. Сеть координаторов в институтах и на факультетах отвечает за весь спектр вопросов обучения иностранных граждан. В Казанском федеральном университете иностранным студентам уделяют должное внимание. Уже 50 лет в стенах вуза существует Клуб интернациональной дружбы. Он создавался с целью объединения учащихся из разных стран в единое сообщество. И цель была достигнута. Казанский федеральный университет стал вторым вузом по количеству иностранных студентов. Более 11 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира. А по всей республике Татарстан их число равно 21 тысячи. В ходе мероприятия было отмечено, что Казанский федеральный университет смог выстроить уникальную систему поддержки своих студентов. Московская торгово-промышленная палата входит в российскую и в мировую систему торгово-промышленных палат. И мы считаем, что торгово-промышленная палата это площадка, которая находится между всеми видами образования и предпринимательским сообществом. Поэтому мы здесь и я вас приветствую от имени Московской торгово-промышленной палаты. Спасибо. Съезд продлится до 16 сентября. В течение нескольких дней делегаты обсудят ряд важных вопросов, в числе которых строительство новых общежитий, проведение форумов, а также организация культурных и спортивных мероприятий. Запланирована большая организационная работа, требующая эффективного и слаженного сотрудничества. Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюс.